Былый наставник и директор школы Алена Молочка, теперь фермер и керамик экологичного фонда. На земле я на процессе 2014-го в Брагинском районе заниматься огородненно и выгодно. Климатичные умовы тут такие, что первый урожай можно сбирать не один на два тыдни ранее, чем у венчих регионах. В этом году фермерская господарка стала удельником проекта программы развития Организации Объединенных Наций, якостной продукции в приватных подборках Брагинского района. На выдаткованные сродки тут открыли Центр Сегаз-Инноваций и провели широк тренингов по органичному землеробству. Мы делаем ориентир на выращивание качественной продукции, то есть уходить от химизации, от всевозможных гербицидов, от протравливателей и так далее, то есть использовать элементы органического земледелия на выходе, чтобы была качественная продукция, чтобы ее можно было спокойно кушать. Сфера интересов Жахаров-Брагинщины достатково широкая. У рамках реализации приватных инициатив некто занимается живеологодовлей, некто выращивает малину, якая в экологическом плане одна из самых чистых культур. До речи, сегодня местовая продукция реализуется по всей Беларуси. Так само по всей краине сюда запрошаются и для отпочинку. Правда, для местовых Жахаров это на керунок по коль относно новый. Агроседиба Вишенька открылась в мае этого года. Сегодня это, наверное, один и девочек агроседиба в новоколе Брагина. Сельский куток для тех, кто ждет отпочить на соправдной природе. На думку владельника агроседибы, проживание повинно отповедать сельским особливостям. Тут створены достатково комфортные умовы, але это явно не трехзорковая гостиница. У речи каждый выбирает подчинок по своих интересах. До речи, первыми наведывальниками этой седибы были Жахары-Санкт-Петербурга. В Брагине-Увугле совсем не суперть выйти на рынки інших краин. В связи с чем, зараз начали суместный проект с Украиной по выращиванию малины с поставкой ее на рынки Евросоюза. Если пойдет нормальное производство этой ремонтантной малины, то планируется поставить заморозку этой малины и, может быть, мини-переработку. То есть на джемы, на варенье, на компоты. А потом в будущем, если будет сертифицирована почва, саженцы и ягода, если она пройдет все стандарты европейские, то может быть с выходом на европейский рынок. Олег Синтеров, Евген Макеенко, Телерадо, компания «Гомель», Брагинский район.